Мне хотелось бы сейчас остановиться на одной из заповедей, конкретно, десятая. Помните, да, как она звучит? Вот сейчас мы сказали. Как? Не пожелай, что есть у ближнего твоего, а я позволю себе ее прям полностью воспроизвести. Вы помните, это заповедь дважды в Священном Писании сказана, в книге «Исход» Ветхого Завета, через Моисея Господь дал, и в книге «Второзаконие», где второй раз повторенный закон тоже. Вот я по первой, по книге «Исход». И это в 20 главе, второй книге Библии, книге «Исход» – это заповедь дана. Там они все заповеди. Ну вот, последнее. Хотя я прошу прощения, я позволю себе, с вашего разрешения, все-таки, прочитать все 10 заповедей. В крайнем случае, в Ветхозаветные времена и сейчас, в современном иудействии, эти заповеди прочитываются ежедневно верующим людьми. Они называются «Шлома Исраэль» сейчас. «Слушай, Израиль» – это по первым словам. Так они начинаются. Так вот, давайте вместе вспомним то, что нельзя забывать, то, что является основой нашей духовной жизни. Не мечтательность, не поманилову парение мысли эдакое, не самопридумки, а вот выраженное явно, словесно, буквенно записано, воля Божия для всех нас с вами. Вот эти здесь заповеди. Повторяю, вторая книга Библии Ветхозаветная, книга Исход, 20 глава, читаю. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будьте богов других перед лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, или что на земле внизу, или что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих мя и творящие милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, иго Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. «Помни день субботний, чтобы святить его шесть дней работы и делай в них всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай в он и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо, землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твою и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поли его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Вот такие заповеди. Они даны в конкретное время, через конкретных людей, через Израиль. Народ скотоводческий, поэтому перечисляется скот так в подробностях, это понятно. Но делать не в этих подробностях, а в сути. Вот последний заповедь. Не пожелай ничего, что у ближнего твоего. Вот и есть содержание. Вот, мои дорогие, а почему, собственно, нельзя пожелать-то? Ну, что же в этом плохого-то? Нет, ну, украсть, да, украсть, конечно, понятно, плохо. Ну, что пожелать-то, ты же в мыслях не украл, ничего. В чем здесь зло-то какое? Даже никто не видит мои мысли, ведь. Вот. Почему Господь дал такой заповедь? Для нас это очень важно, вникнуть в это, чтобы учиться жить-то по-божьему. Не мечтательно, а деятельно. О чем это? А вот давайте такой пример. Маленький, из жизни. Очень понятный. Скажем так, у меня, у тебя, сыночка, доченька, ну, выросли. Вот, скажем, сынуленка у меня вырос. Определился по жизни, с кем он пойдет. Жену себе брал. Вот они женились. Я за свадебным столом сижу. Радуюсь. Ну, взрослые, ну, красавцы такие сидят, а? Ну, наслаждение одно. Пожелания добрые. У меня в адрес их. Песню запелища. Ну, от избытка сердца. Ну, как же все. А вот мысль у меня при этом. Пожелать жену моего сына. Что-то вроде в голову не входит. Как это? Такую подлость. А зачем? А зачем? Нет. Почему не входит? Почему? Ну, радость такая из него. Такие высли не входит. Он дальше. Поле купил, дом купил, вола купил, осла купил. Языком современным, скажем. Должность хорошую встал. Квартира, дом у него, машину купил. Доход приличный. С семьей они поехали отдохнуть куда-то. Какие у меня чувства-то? Если это мой родной сынок. Ну, здорово же, ну, как хорошо-то. А если, например, у меня этого ничего нет? Я этого не добился. Ну, хоть у них-то есть хорошо. Я свою жизнь протопал. У них хорошо как есть. За них порадоваться. Нет пожелания. Есть радость. Ладно, понятно. Почему? Может, потому что люблю? Поэтому и сорадуюсь. Видя радость, благо, счастье своего ребенка. Может быть, не сына, брата, отца, мать, сестра. Не важно. Не важно. Другой, такой же вариант. Сосед дом перестраивает. Больше сделал. Богач. Ты подумай, а? Надо же. Лучше он меня. Ну, ладно. Машину опять сменил. Ты подумай, а? Как это? Все время как-то должность такая у него не особо приметная. Где деньги берет? Где деньги берет? Так, ладно. Дальше. Смотри-ка. Мебель сменили. Жена опять на высшубе. Опять нет. Опять на высшубе. Слушай, опорачивается. Что? Зависть. Мне бы вот так, а у меня нет. Почему? Ну, он ворует удачей, чем я. Никакой я несчастный. Меня не научили так тонко воровать, так обмануть, как он. А он переплюнул. Переплюнул, подлец, переплюнул. По-другому ли? Нет честным трудом. Ну, честным, да ладно честным. Все честным трудом обложились. Кто честным-то, что заработал-то? Начинаю себе такие умопостроения делать. И у меня зависть. Вот пожелать чужого. Это ведь причин-то зависть. Я покоя лишился. Ночью просыпаюсь, спокойно. Я его дома вижу опять, что ты будешь делать. Как бельмо на глазу. Зависть. Почему? Почему одного за сына так радовался? Тому же самому. За соседа раздражаюсь, завидую. Почему? А причину вот мы сказали. В первом случае – просто любовь. А в втором – просто отсутствие любви. Просто отсутствие любви. Кого люблю, за того радуюсь. А еще у него горе. У кого люблю – страдаю, мучаюсь, жалко. Хочется помочь. А кого не люблю, вижу его благополучие. Зависть. А если у него горе? Ну, так и надо. Так и надо. Пусть выводы сделают правильные. А то в прошлый раз прошел мимо меня. Даже не поздоровался. Вот теперь я ему припомню все это. Почему? Отсутствие любви. Вот. Значит, заповедь Божия не пожелает, что ближнет его. То есть, язык обстремленный, не завидует тому, что ближнет его. Она о чем говорит? Она одновременно является неким градусником. Градусник. Что-то приболел я, нет. Не знаю. Ну-ка, градусник. Он лечит меня, градусник? Нисколько. А что он делает? Показывает состояние организма. Да нет, нормальный. Или, о, да, заболел. Вот заповедь Божию вспоминаю, читаю, не пожелаю, то есть, не завидую. И сразу себя проверяю. А я как тем, кто рядом со мной-то? Родные, чужие. Я как отношусь, как благополучие-то? Зависть. Раздражительность. Желание что-то у них рвать. О, градусник показал. Любви нет. Любви нет. А что это значит? Значит, я с Богом не живу. Значит, с Богом не живу. В тепле согреешься. На холоде замерзнешь. Бог есть источник любви и тепла. Если бы я был бы с Богом, я был бы в любви. Я бы согревался любовью. Я бы радовался за благополучие моего ближнего и дальнего. Он у меня, что ли, украл? Ну, помоги ему, Господи, что у него все благополучно, хорошо. И так далее. Заповеди Божьего хоть даны, во-первых, для того, чтобы выполнять функцию градусника, чтобы по ним мерить себя и строить духовное состояние. С Богом я или нет? Бог есть любовь. У меня какие поступки, какие чувства, какие желания? Зависть. Зависти от любви не бывает. От любви бывает только сорадование. Зависть бывает от ненависти, от отсутствия любви. Ах, вот что, оказывается, во мне живет-то. Значит, я совсем не с Богом, а я себя верующим считаю. Ну, это я мечтаю об этом. Я фантазирую. Я сам себе льщу и чешу свое тщеславие, что как будто бы я верующий. А на самом деле, на самом деле, ничего там непутного нет. Одна гниль поганая внутри. Гниль себя любви, гордыни, как следствие, отсутствия любви к ближним моим. С гнильцой внутри-то, с гнильцой. Да, внешне с галстуком хожу. Ну да, да. На иномарке езжу, пост занимаю. Культурно общаюсь, интеллигентно говорю. Внешне. А внутри? А внутри совсем другое. И вот этот заповедь, как градусник сработали, показали. Или наоборот. Или наоборот. Вот, вижу благополучие. И поле вижу, и жену, и осла, и козла ближнего моего. И иномарку, и дом, и должность, и благополучие. И говорю. Ну и слава Богу. Вот и хорошо, умница. Стремится. Что-то старается к чему-то. Помоги ему, Господи. Так дай Бог, чтобы по-честному зарабатываться на доброй цели шло бы. Помоги ему, Господи. И вот, значит, уже что-то маленько в сердце складывается от Божьей любви. Значит, где-то Господу в какой степени повернулся, Бог знает. Но, значит, для Бога не чужой. Где-то Господь рядышком со мной, значит. Вывод такой. Сразу. Ну и, естественно, эти выводы к конкретным делам могут быть и должны вести нас. Что нужно делать? Ну, нужно, чтобы было правильно. А правильно это с Богом, значит, с любовью. Значит, что нужно с себя, если во мне зависть возникает, или злорадство какое-то по отношению к близким, или раздражительность в виде его благополучия, ближнего моего. Что мне нужно? Нужно засучить рукава, взять самого себя в руки, и самого себя хребет об колен сломать. Хребет гордыни. Хребет себя любия. Кто не дает возможности любить ближнему его. Брать себя ломать. Безжалостно. Безжалостно ломать. Ага. Вот у ближнего моего есть. Вижу я достаток, вижу. А как он ему достался-то? И вот, простите, здесь маленький пример, немножко смешной. Здесь, получается, как бы себя-то не пахаю сейчас. Нет. О другом скажу. Но все-таки позвольте пример. Раз один человек, мы с ним говорили, как бы ни о чем. Сосед. У него получилась вот такая фраза. Ладно, батюшка, тебе хорошо так говорить-то. Ты как живешь-то? Ты ходил вперед, махнул? Червонец. Назад, четвертная. Это тогда, при советских деньгах. Мы не так живем. Нам жить тяжелее. Я услышал его. Я услышал его, но у него было, знаете, можно бы промолчать, потерпеть. Это понятно. И полезно. А такому, как мне, полезно было бы. Но у него был поиск духовный, этого человека. Я подумал, а хорошо бы ему услышать себя, что он говорит. Повнимательней. Разобраться с тем, что у него, какие чувства в душе. Я поэтому сказал, скажи, пожалуйста, как ты в школе учился? Говорит, я. Самый высокий отец был, три с минусом. А почему? Ты не учился совсем? Отец у меня тогда, у него мать умерла, он сирота, женился. Другой говорит, у меня была одна, почему глупая такая мысль, как мачехи. Она добрая такая женщина. Я ее застал, здесь жил, старенькая была. Она его как родного сына воспитывала. Говорит, что им дано солить. Она бывала, купит там что-нибудь сладенькое, но на всю семью. Говорит, я сейчас придумаю что-нибудь. Я все замки поломаю, все вытащу. Говорит, а зачем? Говорит, не знаю. Весело казалось мне тогда. Угу. Ясно. Ну, а кроме школы, чем занималась? Говорит, чем-чем. Чего-нибудь повеселиться. Искали, все весело. Ну, как? По огороду мы пройдем. Что огурцы соберем, а нет, покидам. Говорит, а как ты так делал? А если там соседка? Ну, бабушка, как гуречек-то, говорится, как труд какой давался. Говорит, да не думаем тогда об этом. Нет, да? Ну, ладно. А потом-то куда? Говорит, а куда она здесь? С ПТУ. Такие. Отличники учебу, который тряс-минусом вышибал. С ПТУ. Говорит, ну, молодец. Как там у тебя? А там, как учился? Говорит, и там-то так же. Семечки бывали лузгом. Говорит, на этом. Ну, руки-то. И спорим-спорим, какую сегодня в углу зажмем. Я говорю, простите, как он говорил, так говорю. Говорит, удавалось зажимать. Говорит, и не только зажимать удавалось. И не только зажимать. Ну, а потом? А потом, 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 потом. Потом закончился. Лафа. Это он говорит. С ПТУ-то. Говорит, и ты куда? Ну, а я, батюшка, я тебе прямо сказал вслух. Я сейчас говорю. Лучше быть стройным лодырем, чем горбатым стахановцем. Чего я буду ломаться-то на дядю-то? Я перебил, сказал. Вот поэтому-то у тебя не сыпь червонцы четвертные. Давай-ка я тебе подарю кадила к дню рождения. А ты будешь пропеллером крутить вот так. У тебя, может, сотенные пойдут. А я посмотрю. Как у тебя из этого получишь-то? А вот некоторые и родители слушают доброго. И чему-то учатся по жизни. И время в дурь не убивают. Говорит, вот ты позавидовал. Я опять говорю, не потому что оправдаться. У него был духовный поиск. Он начал маленько молиться. К церкви повернулся. По теме сказал. Говорит, у тебя духовный поиск. А ты к Богу движешься. Это очень хорошо. Так вот, увидите причину своих проблем. У нас у каждого проблема в себе. Та же зависть. Это не люди толкают нас на такие чувства. А это у нас изнутри идет это. Это не люди. Причина зависти во мне или раздражительности, или обид. Вот меня обидели, они виноваты. Нет, нет, ложь это. Вот я, к примеру, сказал. Когда я вижу благополучия сына и соседа. Почему такая разница? Ведь как в зал заодно и то же. Даже одинаковые иномарки купит сынок и сосед. Отношения разные. Почему? Одного люблю, а другого нет. Поэтому чувства разные. Сынок сказал мне или доченька. Да прям так больно сказал как. Такие слова сказал. И да сплакнул. И обиделся. Целых полтора дня помнил. Целых полтора дня. А потом забылось как-то. Сноха или зять. Наверное, что-то подумал про меня. Вообще не сказал, но, наверное, подумал. По глазам вижу, подумал. Вижу я. Все. Там не полтора дня. И не полтора месяца. Там годами. Буду помнить. И так себе говорить. Я знаю. Догадываюсь, чего они ждут и что думают. Доченька поздравляла с сыночком. Папа, твой пример для нас всегда будет. Вот ты умрешь, а мы всегда тебя будем помнить. Как мило сказала. Всегда помнить будут. Даже после смерти. Что значит, доченька, сынок? Тоже сам сказал, зять или сноха. Мы тебя любим. После смерти я помню. Чего ждут? Вон, чего вы думали? Смерти мою. Я чувствовал. А я это чувствовал всегда. Они смерть только моя ждут. И сноха, и зять. Те же самые слова. Только разные люди. А почему? Разные отношения у меня. И по-разному слышу одну и те же слова. Дело не в снохе и в сыне. Не взять и в дочке. Во мне, внутри меня. Как важно за собой наблюдать всегда. Как важно свою совесть иметь живую. Как важно иметь этот градусник, по которому видеть душевное свое состояние, свое духовное здоровье. И этот градусник вечный, не ломаемый заповеди Божье. Слово его. Как важно иметь такой градусник по жизни, как важно вовремя предупредить болезнь и не дать ей развиться. Так ведь? Так. Лучше пока только два раза чихнул вылечиться, чем потом в больнице загреметь на многие дни. С последствиями. Вот так важно нам читать слово Божье. Вникать в заповеди Божьи, сравнить с собою. И, что есть отрицательно, сразу это ампутировать и исправлять. Что доброго, тому содействовать и помогать себе. Да мы же православные, мы с молитвой просим, чтобы Господь помог нам. Что непутное в нас бы усохло, а что нужное и спасительное укреплялось бы и росло. Поэтому, мои дорогие, заповеди Божьи – это бесценное сокровище. Которое нужно не Богу, нам, чтобы сначала быть людьми, а во-вторых, творением Божьим, наследниками Вечности. А иначе скатимся в то уровне сначала животных, а потом ниже. И потеряем то, что может быть только у людей. Счастье, радость, смысл, полноту бытия. Человек в том, что животным состоянием успокоиться, удовлетвориться не может. Вот это очень важно. Поэтому заповеди Божьи показывают состояние нашего духа, нашего естества и показывают путь, какими быть. А внутреннее содержание заповедей, я еще раз повторю, что есть. Видите? Бог есть любовь. Любовь и заповедь его – выражение его любви и желания. Мы созданы по образу того, чтобы мы были счастливы, поэтому жили, раз мои образы, в подобии его жизни, в любви. Вот этот заповедь – не пожелай. Она говорит о том, чтобы в человеке была любовь. Когда любовь есть, оно и зависти не будет никакой. У ближнего достаток. Слово тебе, Господи, как хорошо. Вон и дети у него смеются, радуются. Ну и я поулыбаюсь, глядя на них. У ближнего и дальнего моего беда. Да, плохо. Как бы помочь? Мне нечем. Ну, хоть доброе слово сказать. Хоть подержать. Хоть помолиться за него. Вот так рассуждают те, в ком есть любовь. Поэтому, мои дорогие, мне бы хотелось нам всем пожелать, что раз мы крещеные, раз мы в церкви, раз на нас есть крест, то стремиться не только веровать, но помню, что вера бедел мертва есть, жить с Богом. Жить с Богом живым, Богом любви и любовью исполняться. И любовь тогда будет проявляться во всем образе нашей жизни. И во внутреннем устроении, и во внешних делах. Близким с нами будет это легко. Поэтому и нам легко быть с ними. Господу с нами будет легко. И нам с Богом легко по этому станет. Мы будем с ним говорить на одном языке, на языке любви. И будем переживать на земле то, о чем сказал Христос. Он сказал так, что не нужно далеко ходить и рай искать вдали. Он сказал так, Царствие Божие внутри вас есть. Что такое рай? Жизнь в любви Божией, в свете, в любви. Так это можно же начать на земле этим жить-то. Царствие Божие внутри уже на земле есть, среди вас есть. Говорит Господь. Это правильные слова. И хотелось бы пожелать, чтобы этим райским состоянием мы начали всю жизнь на земле. Вообще-то, православные – это не те, кто мечтает о райе, а кто уже райствует на земле, живя в любви и живя с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok